Но серьезнее всего к празднику отнеслись депутаты Верховной Рады. Только представьте себе, 4 недели без пленарных заседаний и это, наверное, мировой рекорд по пасхальным каникулам. Впрочем, нардепы собираются использовать это время не только для отдыха, а еще и для торгов. Два дня назад закончился иммунитет правительства Гройсмана от отставки. И на каких условиях этот Кабмин продолжит свою работу, политики как раз и определят за следующие 4 недели. Ну а заодно выяснят, кто из министров все-таки не сохранит свой пост. Под кем уже зашатались кресла, расскажет моя коллега Екатерина Лысенко. График их работы, как минимум, вызывает вопросы. То они заседают в зале по 2 недели подряд, словно боятся что-то упустить. То легко отменяют пленарные заседания на целый месяц, как будто все, что нужно, уже проголосовали. Официально нардепы будут трудиться в округах и комитетах, но по факту для многих из них это просто отдых. Вот эти 4 недели перерывы Верховной Рады Украины, это как раз и есть обличчем Верховной Рады Украины. Их сегодня эта бездействие влаштовывает. По нашему комитету за 2 последних недели не рассмотрелось никакого законопроекта. В первую очередь, это закон про платежные системы по Национальному банку. Это закон про регулированные рынки, это по комиссии цены ФПР. На Майнерде поперенесли и сотни своих законопроектов и все требования МВФ. В кулуарах уже говорят, любой из вопросов могут перенести и на июнь, и вообще на осень. Сегодня украинский уряд инициирует реформу, которая даст возможность физическим особам, украинцам, один одному продавать землю. Нам нужно провести эффективную пенсионную реформу. А мы сможем до больше, чем 5 миллионов пенсионеров с 1 жовтня поднять пенсию от 200 до 1000 гривен щомесячно. И без широкой дискуссии в каждой фракции, и без понимания, что такое пенсионная реформа за версию уряда Володимира Борисовича, трудное решение в парламенте не будет принято. Теперь наступает период очень важной работы уряда. И вот тут уряд всегда пробует перекладывать свою ответственность на парламент, заявляющий, что каких-то законодательных инициатив ему не足ит. И это еще не говорили о кадрах. Иммунитет у Кабмина Гройсмана закончился в эту пятницу. И если замену премьера и большое переформатирование правительства в парламенте не обсуждают, то к точечным перестановкам готовятся. Нардепы недовольны Минздравом и тем, что ведомство до сих пор возглавляет ИО вместо министра. Других депутатов после блокады не устраивает политика Министерства энергетики. Третий перед большой приватизацией готовится к борьбе за кресло главы фонда госимущества. У нас не зрозумели вещи, которые делаются в Министерстве паловой энергетики. И в этой галузе. Украина не является сегодня независимым от вогилля окупованных территорий. И за три года ни предыдущие, ни теперешние ничего не сделали, чтобы достигнуть этой независимости. Работа фонда Держмайна по приватизации в 2016 году полностью провалена. На встрече фракции с президентом Украины мы поднимали это вопрос. И мы четко проговорили, что фракция будет доставаться до обговорений, до рекомендаций, согласно тех кандидатур, которые будут обрабатываться. До сих пор не началось и обсуждение кандидатур на замену главы Нацбанка. Валерия Гонтарева заявление об отставке написать-то написала. А вот кто придет вместо нее, еще один вопрос, ответ на который появится не раньше, чем через 4 недели. Но не факт, что и тогда за это кадровое решение найдутся голосам. Она сделала самая важная работа, которая требовалась от нее в этот период. Она очистила банковскую систему. Было выведено 87 банков, которые занимались, были карманными банками. Возвращаясь к Конституции, это право президента внести подание на свободное и сразу же вносить подание на призначение. Наша позиция принциповая. Мы не голосуем за кадровые призначения, потому что это должна делать коалиции. Коалиции нет, голосов нет. Показательным на этой неделе было голосование по законопроекту о Конституционном суде. Обсуждали целый день только его. Рассмотрели сотни поправок. Значение законопроекта сложно переоценить. Он должен перезапустить работу ключевой судебной инстанции. И все равно голосов не хватило. За три года парламент понапроймал тысячи законов, от которых точно украинским гражданам не стало жить легче, а нам пока стало жить гирше. Питание в якости тех законов, которые принимаются. Это тот самый редкий случай, когда Рада не работает, то Украина от этого не страдает. Потому что эффективность ВР в последнее время скатывается на уровень крайне низкий. Если Рада на таком низком уровне и продолжит работу, итоги всего политического сезона вполне можно будет подвести через несколько недель. Формально у депутатов еще 20 пленарных заседаний до июля, а потом опять каникулы. Так что многие законотворцы, вернувшись с отдыха в мае, не станут распаковывать чемоданы. Екатерина Лысенко, Иван Ермаков. Подробности недели. Телеканал Интер.